Дорогие друзья, продолжаем нашу недельную главу Беалладха. Вы знаете, глава Беалладха описывает коммунизм. Надо отметить еще одну особенность сынов Израиля в пустыне. Они были все равны. Независимо от того, сколько у кого было денег, к кому уроду он принадлежал, каждый получал такую же порцию мана, как и все остальные. Никто не зарабатывал больше или меньше остальных. В пустыне люди жили в состоянии, не допускающем ни зависти, ни конкуренции. Почему? Потому что добра было в изобилии. И, следовательно, его хватало на всех, и не было из-за чего ссориться. И вот только с таким состоянием души люди могут сконцентрироваться и добиться успеха в изучении Торы и продвижении в духовности. Услышав об этом, современный человек может сказать, действительно, поколение пустыни могло, у них не было финансовых проблем. Но я-то живу в 23-м году, целый день бегаю в поисках пропитания, в поисках там еще чего-то. Как я могу учить Тору? Даже сам Бог признает, что для этого, для того, чтобы добиться успеха, нужен покой душевный, физический. Ответ мудрецов был очень простой. Чтобы изучать Тору, Всевышний дал нам что? Шаббат. В первую очередь шаббат. В шаббат, в субботу, все евреи запрещено выполнять какую-то работу созидательную. Готовить пищу, там мыть, убирать, стирать, и все это делается накануне. И даже еду готовят заранее. А в субботу, так сказать, так же, как поколение пустыни, мы пребываем под защитой облаков славы и не имеем никаких, получается, забот. Кроме того, в субботу, в отличие от шести будничных дней, стираются различия между богатыми и бедными, прекращаются споры о том, кто больше заработает, кто меньше. Нет конкуренции. В синагоге все равны. Все молятся вместе, сидят на кедуши вместе, изучают Торы вместе. И это подчеркнуто в десяти заповедях. А седьмой день написано, суббота Господу твоему, Богу. Не делай никакой работы, ни ты, ни сын, там как там дальше, не пришелец никто. В этот священный день евреи похожи на питающихся маном. В этот день они пребывают под облаками славы. Более того, в этот день удостаиваются почувствовать вкус избавления. Сказано ведь почему? Подобно грядущему миру суббота, день покоя. Так что тут много всяких нюансов. Ман. Все решал ман. В Талмуде написано, что давалось детальное описание мана. В Талмуд трактат Йома. И сказано, что ман мог вдохновлять людей не меньше, чем самые зажигательные речи. А способ его распределения был ориентирован на духовный уровень человека. К примеру, для праведника ман выпадал у порога его дома. Менее достойный человек должен быть собрать долю на некотором расстоянии. Ну, внутри лагеря. Тем, кто вел себя совсем не лучшим образом, приходилось идти за своей порцией за пределы лагеря. Но как только человек исправлялся, система распределения мана мгновенно реагировала на происшедшие в нем духовные изменения. Таким образом, духовный уровень человека был известен окружающимся. И невозможно было проявление лицемерия, исключалось. Именно эта особенность мала вызывала, ну, тяжело было людям протест. Ведь получалось, что человек поедал ман, а ман поедал человека. Потому что, знаете как, ну, вот ходит такой праведник весь, а тут ман показывает, да нет, не так. Поэтому ман, он вскрывал, вскрывал точнее, то, что было в душе человека. И, конечно, людям было не очень. Но были, давайте отличаемся от мана. Скажите, пожалуйста, помните бунт, который устроили люди пустыни? Что они сказали? Помним ту рыбу, кабачки и арбузы, которые ели в Египте. Какие арбузы? Было такое местечко на Вардо, где функционировала одна ишива. И там была популярна следующая притча. Ешеботник, учащийся, едет в телеги. О чем думает кучер, лошадь и сам пассажир? Ученик и шею думает, какие трактаты Талмуда он будет изучать в скором будущем. Мечтает, как духом возвысится и так далее. Кучер думает о заработке, который приносит работу. Дома его ждет семья, надо кормить. Кучер надеется на Бога, что он прошлет ему пропитание, но не больше. А лошадь? Лошадь думает о том, что скоро день закончится. И она сможет вздремнуть на полу конюшни. И предварительно полакомившись хорошим сеном. Еще она мечтает о более добром кучере, который не будет ее так сильно бить. Мораль притчи очень простая. Чем выше в духовном смысле живое существо, тем утонченнее его мечты. Ученик и шею стремится к знаниям, кучер к деньгам, лошадь к сену. И вот для нас очень важно понять, сесть спокойно, отключить себя от внешнего мира. И ответить себе на вопрос, кем мы хотим себя ощущать? Лошадьми или людьми? Это очень важный вопрос. Надо подумать немножко, уделите этому 5 минут. Брахава и Аслаха всего самого лучшего.